За три ближайших года 5000 ямальских семей, а это порядка 17 тысяч человек, будут переселены из ветхого и аварийного жилья. Такие цифры озвучил губернатор во время общения с журналистами. Но нуждающихся в улучшении жилищных условий гораздо больше. Можно ли решить проблему, если людей переселять из ветхого во вторичное жилье, а не строить новое? Тем более такая практика уже существует. Например, в Муравленко муниципалитет выкупил 102 квартиры для переселения жителей микрорайона рабочий. Дмитрий Артюхов отметил, что нужно подходить к решению вопроса сбалансировано. Главное не разогреть цены на вторичном рынке жилья. Высокая стоимость квадратного метра может повлиять на процессы переселения по другим жилищным программам. Если большой поток бюджетных денег пойдет на вторичный рынок, мы его разогреем. И тогда стоимость подрастет. И другие мероприятия, в которых люди у нас также участвуют, у нас не все все-таки связаны с расселением ветхого аварийного. Есть программы по многодетным семьям, по молодым семьям, по бюджетникам. Недавно появилось там, где людям даются на руки средства. И тогда, если мы поднимем цену на вторичном рынке, для них доступность станет меньше.